Знаете ли вы о том, что обычный кондиционер, установленный в вашей квартире или в офисе, не только делает комфортнее вашу жизнь, но и может приносить массу неудобств и даже навредить вашему здоровью? Помимо риска заболеть банальной простудой, сидя под потоком ледяного воздуха, в этих бытовых приборах таится другая опасность. Кондиционеры и их внутренние части являются рассадником различных микроорганизмов. Большинство из них не опасны для человека, но часть способна возбуждать инфекцию, именуемую «болезнь легионеров» или легионеллез. Что же это за инфекция и чем она опасна? Название «болезнь легионеров» связано со вспышкой 1976 года в Филадельфии – тяжелого респираторного заболевания, протекающего по типу пневмонии. В июле 1976 года более 4000 участников съезда американского легиона собралось в Филадельфии на 49-й ежегодный съезд организации. 24 июля 1976 года после того, как съезд завершился, участники разъехались по домам. А через три дня после окончания мероприятия один из участников скоропостижно скончался от заболевания, протекающего подобно пневмонии. В течение недели было обнаружено еще несколько десятков заболевших, которые посещали съезд американского легиона. А уже 2 августа 1976 года официальные органы власти штата объединили все случаи, связав заболевания со съездом. К этому моменту умерли 18 легионеров. Всего же во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 скончалось. Причиной болезни является бактерия легионелла, которая широко распространена в естественных водных системах. Более 90% случаев болезни ассоциированы с видом легионелла пневмония. Однако наиболее вероятным источником болезни являются системы вентиляции и кондиционирования, искусственные водные системы, которые создают условия, способствующие размножению и распространению легионелл. Эти бактерии живут и размножаются в водных системах при температуре от 20 до 50 градусов. Оптимальная температура – 35 градусов. Заражение легионеллезом происходит при вдыхании водного аэрозоля, пара либо любой другой формы водной извеси, в которой присутствует возбудитель. Источником аэрозоля может стать любая из вышеперечисленных замкнутых водных систем. Инфекция не передается непосредственно от человека к человеку. Инкубационный период легионеллеза в среднем составляет от 5 до 7 суток. Наиболее изучена легионеллезная пневмония, то есть заболевание, возникающее при попадании возбудителя в легкие человека. Как правило, болезнь развивается очень быстро. Начинается все с умеренной головной боли и недомогания. А затем, в среднем через сутки, следует резкий подъем температуры до 39-40 градусов, сопровождающийся сильным ознобом, резким усилением головной боли, болями в мышцах. В первый день часто отмечается сухой кашель, позже появляется мокрота. Очень редко отмечается кровохарканье. Если болезнь легионеров не лечить, то она обычно ухудшается в течение первой недели. Летальность достигает 20%, что в значительной мере обусловлено поздними сроками диагностики и тяжестью течения болезни. К группе риска относятся прежде всего люди среднего и пожилого возраста со сниженным иммунитетом. Кроме того, предрасполагающими факторами являются курение и хронический стресс. Лечение включает обязательную госпитализацию. Тактика лечения легионолеза подбирается в зависимости от того, какую форму принимает инфекция. Для лечения используется целый комплекс средств, обязательно включающий антибиотики и средства для снятия симптомов. Срок терапии достаточно долгий, 2-3 недели, то есть дольше, чем при лечении обычного ОРВИ. Если болезнь перешла в тяжелую форму, могут потребоваться реанимационные мероприятия, включая вентиляцию легких. Болезнь легионеров имеет резко выраженную сезонность. Большинство вспышек и отдельных случаев заболевания регистрируются летом. Это в том числе связано с интенсивной работой многочисленных кондиционеров на охлаждение. В системах охлаждения скапливается конденсат, летнее солнышко разогревает его до 30-35 градусов. И вот они, самые благоприятные условия для размножения легионевы. Однако справедливости ради следует заметить, что подобная проблема возникает в основном там, где существуют разветвленные централизованные системы кондиционирования воздуха. Там, где вода отстаивается некоторое время и контактирует с подаваемым воздухом. Прежде всего, это гостиницы и, как ни парадоксально, лечебные учреждения. Производители начали усовершенствовать офисные кондиционеры после нескольких вспышек болезни легионеров, возникших по вине их оборудования. В современные системы очищения и увлажнения воздуха встраиваются специальные бактерицидные фильтры. Кроме того, кондиционеры проходят контроль частоты подаваемого воздуха, в том числе и на содержание всякого рода микроорганизмов. По крайней мере, производители об этом регулярно и громко заявляют. Но, тем не менее, необходимо проводить профилактические меры, дабы не заболеть этой коварной болезнью. Профилактика болезни легионеров включает меры по контролю размножения легионеллы и распространения аэрозолей. К таким мерам относятся современное техническое обслуживание устройств, включая регулярную чистку и дезинфекцию. Своевременная замена фильтров в кондиционирующих устройствах и очищение вентиляционных систем. Регулярная влажная уборка помещений. А пока на этом все! Не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться на наш канал! Всем пока!